Экстренное сообщение нашего выпуска Ну что же, заслушаем клоунов. Прошу, товарищи Россия готова и способна беспребойно, надежно снабжать китайскую экономику Предприятия, города, поселки, экологически чистые, доступные энергии, светом и теплом Жители не обеспечены бесперебойным и качественным водоснабжением Состояние медицины у нас катастрофическое Нет ни одного врача, она в 117-тысячный город Потому что город Солочный Орск, курсов выстрел, замерзает Ни отопление, ни воды В жилых домах перемерзают просто трубы Организации с друг друга перекидывают ответственность Дозвониться ни до кого нереально И мы замерзаем, мы хотим газ С дуба рухнули, что ли? С какой стати ты? Вот вам, вот вам Я русский, без российского газа Уважаемый генеральный председатель, дорогой друг Есть фраза, ставшая крылатой Русский с китайцем, братья наверх Тише, университет Вообще, конечно, чмонька Необычно великого ума геостротег Широта широт и глубина глубины этого великого политического деятеля просто поражает На экранах поганушки сегодня рассказывает о мировом господстве и величии Осомносится по всему миру, пытаясь навязаться кому-нибудь в родственники Заливает о ключевой роли россиюшки в международной торговле и влиянии на мировую политику С видом знатока рассуждает о рвущейся в клочья Европе экрахе финансовой мировой системы А сам при этом пытается впарить какой-то топинамбур и вдумайтесь Говяжий субпродукт Самый важный аспект нового стратегического партнерства Бекина и Москвы Это объединение против Соединенных Штатов Цель – сдерживать Вашингтон и однополярный подход Что американцы? Американцы страдают Эх, говори Москва, разговаривай Россия Это просто праздник какой-то Я так понимаю, это и есть тот самый обещанный экономический прорыв в международной торговле Говяжий хрящи взамен нефтегазового рынка в Европе, который Володенька чудно просрал Даже страшно представить, насколько ахулиардов хрящедолларов пополнится российский бюджет Осталось только построить хрящепровод, и миллиарды хрящедолларов хлынут в Россиюшку Эти кадры Вашингтону и Брюсселю стоит рассмотреть внимательнее Байден, ты лузер, 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 лузер Вот это я понимаю, великий решалый и глобальный игрок на мировой арене Не только поднял с колен, но и разрулил один из важнейших вопросов на международной повестке Зависть всего мира обеспечена на долгие годы На него, на него, я смотрю и понимаю, пропадающих Что американцы? Американцы страдают Нам и сейчас завидуют, иначе бы они лезли к нам В этом все дело А достижения? Вот они, вот они Ну реально, ведь это действительно нужно иметь особый талант Чтобы спустя век после выхода Золотого Теленка Целую страну превратить в кооператив рога и копыта Вы только вдумайтесь, Китай за годы правления Блюдовика стал второй экономикой мира А Блюдовик от участника международного клуба Большой Восьмерки заведующим фуражом при императорском обозе Мечтал о разделе мира и мировом господстве А вынужден ползать на коленях, умоляя китайцев купить говяжьи хрящи Причем не просто купить, а взамен на аренду территории за спасибо Поскольку это последнее, что у тебя еще осталось Что ты еще можешь кому-то предложить? А достижения? Вот они, вот они Разведьте, давайте простимулируем фермеров Бурятия Стимулирует на что? Батрачить на Китай? На 70 лет им отдают землю с правом льготного выкупа потом этой земли по окончанию срока И они 5 лет не будут платить налоги с 5,5 тысяч гектаров земли Четырех районов республики Бурятия Нулевые налоги на доход на землю, вообще на все нулевые И потом льготные налоги Попробуй ты на своей земле Построй какой бизнес? Да тебя задавят налогами Мы точно, совершенно и одна, и другая страна Заинтересованы, повторяю, в реализации этих проектов И мы будем это делать Создавать лучшие условия для развития наших стран И повышения благосостояния народов Китая и Российской Федерации И мы проглатываем эту новость, как будто ничего не случилось Мы что, едим этот рапс несчастный? Он нам нужен, это рапсовая маска Да на кому оно нужно? Кто его ест у нас? Бурятия Мы на Китай потрачим Это вообще нормально Вот вообще, сами подумайте Эти чиновники, они что, иноагенты? Нет, они защитили себя законом По закону нельзя чиновников признать иноагентами Может у нас президент, который подписал этот закон О торах иноагентах На встрече в Пекине Володенька так искусно вылизывал ботиночки китайского господина Всеми фибрами своей душонки демонстрируя врожденное холойство под обострастие и присмыкательство Что заявил, что победа во Второй мировой войне – это фактически заслуга Китая Я так понимаю, что в новом учебнике истории так и запишут В боях за Даманские воевали неправильные деды Именно в Харбине 16 сентября 45-го года прошел совместный российско-китайский парад Победы В котором приняли участие больше 300 тысяч человек Прямо сейчас Харбин – это 10-миллионный развитый мегаполис А тут прекращают кино показывать Китай напал на Даманский Все, тут ли не война А сейчас его отдали Китаю Так извините, за что тогда люди пострадали? У нас электроэнергия киловатт идет 4,12, допустим, за киловатт мы платим рубля А они тогда за 40 копеек гонят Электростанции работают против народа своего Вот просто до невозможности Ну что тут говорить? Россия готова и способна беспребойно, надежно снабжать китайскую экономику Предприятия, города, поселки Экологически чистые, доступные энергии, светом и теплом Один, один, один Приходит другой, снова обещает через пятилетку И так более 35 лет Через пару дней после народного схода в деревню нагрянули полицейские Чтобы выявить потенциальных экстремистов Что происходит? К слову, за время правления Блюдовика Страна действительно поднялась с колен Только эта страна называется Китай Что же касается родимой Говини То пока Володенька куролесил на мировой арене А западная цивилизация все плотнее подходила к тому, что не в далеком будущем уже появятся прототипы кремниевой формы Для возможностью переноса сознания человека в цифровой формат нейросети И появления уже в новой неуглеродной жизненной форме Тем самым воплотив мечту человечества о путешествиях в другие галактики В нефтегазовой сверхдержаве набирают популярность рынки, торгующие шмурдяком Основные покупатели просрочки – пожилые люди Пенсионеры великой ядерной сверхдержавы дежурят у мусорных площадок-бетчмаркетов В ожидании, когда в помойные корзины начнут выбрасывать товары с истекшим сроком годности Периодически устраивая махач за бесплатную просрочку Кстати, а знаете, почему Америку называют еще великой? Если у человека трудный период в жизни, он никогда не останется голодным А главное, ему не нужно унижаться и побираться по помойным ямам в поисках еды В нескольких городах России появились интерактивные карты помоек Это такая подсказка нуждающимся, где точно бывают какие-никакие продукты На столе стояла в том числе утка по-пекински Путин хотел сесть на диету, но не вышло Представитель КНР угощал меня такой уткой по-пекински Честно вам скажу, там два кусочек лежат Я думаю, я съем только один кусок Ну, понимаете, да? Вот, но не мог удержаться, съел и второй, понимаете, уже больно было вкусно Позор нашему правительству Единственное, я могу сказать, позор Пусть они сами сюда придут, попробуют И зарплаты себе сделают, такие пенсии, как у нас Вообще, конечно, уровень лакейства этого пассажира это что-то с чем-то Во время своего доклада к явно недовольному хозяину Чтобы расположить к себе китайского начальника Володенька изволил шутковать И приняв самоуничижительную позу Сообщил товарищу императору, что не поверил своим глазам Когда увидел на улицах Пекина огромное количество копий российского космича Добавив, что Россиюшка заинтересована в экспансии Китая на российском автомобильном рынке Сейчас будете ржать Педаль газа Она пластиковая Она просто отвалилась у меня на морозе То есть, говоря простыми словами Людовик превратил Россию даже не вассала, а в одну из китайских провинций Похоронив в том числе и российскую автомобильную промышленность В построении которой активное участие принимали как раз западные инвесторы и партнеры Поскольку экономическая экспансия предполагает, что китайские щупальцы теперь будут в каждой российской отрасли Просто посчитайте, во сколько обходится бюджет у РФ Продажа одного только газа с дисконтом в 70% Доля китайских автомобилей на российском рынке достигла 49% в июле 2023 года В 2021 их было всего 7% Собирают якобы москвичи Так это фактически китайские модели продают Опускаю, значит, стеклоподъемники И че происходит? Кнопка вываливается Товарищи китайцы Вы че ху** Что ли? 2 800? У меня уже потекла коробка передач Периодически вырубается полностью звук в машине И выпадают кнопки, бля Я про качество отделки салона вообще молчу И многие компании уже пришли, уже работают здесь И мы будем их поддерживать тоже Они тоже уже наши участники нашего рынка Чтобы автомобильная промышленность в России развивалась Так и будет Toyota, BMW, Mazda, Mercedes Какие только машины в России теперь не производятся И по всем стандартам это именно российские автомобили Хочу обратить внимание, что в феврале в Москве При поддержке мэрии города Впервые был официально отпразднован Новый год По китайскому календарю А отсюда главная тема переговоров Это постепенный переход Дальнего Востока Под юрисдикцию Дракона В обмен на спокойную старость старика Козлодоева А за гарантией безопасности Володенька не только авторынок и Сибирь Если попросят, он и Кремль продаст Почему лес им отдали на 49 лет в аренду? Практически они ходили А мы выходим, мы здесь живем, мы никто Более миллиона гектаров забайкальского леса Уже отдано в аренду самой Полярной Ее дочерним фирмам на 49 лет Это вообще может происходить Во время войны этот лес стоял, его не трогали Шли далеко в тайгу, валили и вывозили А этот лес его не трогали Шапка уже не прикроешь этот бардак Он уже вышел из-под шапки Беспредел По факту, вся эта церемония и смотрины нового кабинета Это массовая присяга на верность дракону Кстати, Лавруха даже не скрывает, что российская мечпуха приехала за ярлыком на княжении Вася прямо сказал Кремль уже не ключевой геополитический игрок А всего лишь пес хозяина И итоги встречи будут зависеть от хозяев Гость, как говорят на Востоке, гость и шаг хозяина Поэтому все программы зависят, конечно, от тех любезных предложений Которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту Все эти детали были согласованы по линии протокола Так что все зависит от хозяев А вот еще одна новость из серии великих геополитических побед Так вот После визита кремлевских голодранцев Китайское правительство активировало бетаферму Для распространения довольно забавного нарратива Вот пару примеров Благодаря продуманной политике нашего правительства Это некогда экономическая и военная сверхдержава Теперь полностью зависит от нашей экономики А это вообще забавный коммент Людовик так часто бывает в Китае Что, возможно, тоже захочет открыть здесь магазин Или вот еще один Если бы не щедрость китайского народа Россия давно бы потерпела поражение То есть в Китае формируется общественное мнение Где образ Россиюшки оформляют не в виде друга и партнера А в виде слабого вассала, полностью зависящего от дракона А с другой стороны, а что вы хотели? Когда единственное, что смог предложить Глава сверхгалактической сверхдержавы китайцам Это какие-то сраные нахрен хрящи Если я сейчас буду нахваливать Представить Олиси Дени Пиня Мне будет как-то неудобно Вроде как я сам себя нахваливаю Байден, ты лузер! 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 Ну реально Хотел разрушить мировую финансовую систему И влиять на мировую политику Они дали даже бабла Вместо этого Блюдовику и всей его делегации Вручили колокольчики как представителям низшей касты Видимо, китайцы хорошо знакомы с работами режиссера Георгия Данелия Китай-чатландское государство Поэтому пацаки на плюке должны носить специальный значок Кстати, похожие унизительные процедуры Иноземцев подвергали еще монголы в Золотой Орде Давайте вспомним то, что происходило во времена, ну скажем, Александра Невского Ведь он ездил в Орду Кланялся Ордынским ханам Получал ярлык на княжение В том числе и прежде всего Для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада Мы русские! Саняй-О! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Я уже не говорю о таких вещах, как ячейка общества-семья Как любая уважающая себя дама, проживающая в северной провинции Китая Россиянки должны стремиться создать семью с человеком, не входящим в низшую касту Поскольку пацаки на плюке могут находиться только на положении раба А отсюда предлагают заводить семью только с китайцами В том числе и прежде всего Для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада Вот тут недавно комиссия с Китая приезжала Думали дойти до комиссии Они сразу нас выловили И приезжали, говорят, не рыпайтесь никуда, не ходите, ничего Ну и все, людей наших на низкооплачиваемую работу специально берут Чтобы все видели, и китайцы, и наши, чтобы видели, что наших людей унижают здесь Даже перед своими В том числе и прежде всего Для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада Вообще, конечно, такого глумления над сверхдержавой и лютого позорища Мир еще действительно не видел Причем, чем больше Рюрика распирала от мирового господства и величия Тем нелепее он выглядел Буквально скукоживаясь, как грязный зеленый доллар Ну что, Байден, доигрался? Наш президент! Он президент не только нашей страны, он президент мира! Это какой-то позор? В то время, как китайский начальник кремлевских гонпленов Каждым своим движением указывал Блюдовику, что он никто Видимо, так и должно выглядеть равноправное партнерство Приехать поклониться, засвидетельствовать свое почтение большому начальнику И, словив леща, получить дальнейшие распоряжения, что делать дальше Что со стороны больше было похоже на смотрины нового кабинета высоким начальством Ведь лизать китайский сапог оказалось намного проще и безопасней, чем вся эта сложная концепция западного мира с его правами человека, демократиями и ответственностью за власть А отсюда все это глумление над кремлевским шейтанатом, а китайцы, к слову, знают толк в унижениях Например, в пекинском аэропорту Володеньку встречал не товарищ император, а непонятная тетка из местной обслуги Что, впрочем, не смутило пропаганду по Рамоновну заливаться в экстазе от китайского приема Батин сказал, что в такой обстановке чувствует себя в Китае как дома Затем лидеры удалились на переговоры за чашкой чая Хотя, если почитать китайские соцсети, то там почему-то пишут, что делегацию из Россиюшки встретил директор зоопарка Ну что, Байдин, доигрался? Уверен, именно в таком братском духе мы продолжим укреплять гармоничное российско-китайское партнерство Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчик Чувствую себя просто как дома Затем лидеры попили чай Самое важное, по сути, Ушаков попить в Китае чай По фэн-шую оно считается символом гостеприимства и изобилия Собственно, в эти минуты действительно вершится мировая политика На него, на него, я смотрю и понимаю, пропадаете Нихао, ваше благородие, нихао Гражданин, товарищ барин Тепинамру брайбулите Охрещи Эба что, пущий глупый холоп Императору челобитную подаешь Вообще нюх потерял На колени Трепещи Собственно, в эти минуты действительно вершится мировая политика Не менее забавно китайцы поглумились и над министрами Блюдовика Российского министра великих финансов, который получил голубой колокольчик То есть был опущен на самый низший ранг в делегации Васю подсадили к обслуге И отправили на пресс-конференцию к журналистам обычным рейсовым автобусам Явно давая понять, что если в Гондурахе они живут как Бари То в Китае к ним относятся как к представителям самой низшей касты на планете Чье место как преступников на плахе, ну то есть своего рода раскоронование Я бы, кстати, на месте китайцев заставила бы их еще снять заграничные пиджаки И надеть традиционный зипун под пиасанной пенькой В том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с запада Что над нами вся заграница теперь смеется Субтитры создавал DimaTorzok